Нельзя забывать, нужно помнить их геройские поступки. Говорить о самом главном. Анастасия Исаева учится в Монинской третьей школе имени Степана Красовского. Девушка серьезно увлечена историей. После занятий проводит экскурсии по школьному музею и его экспозиции, посвященные концлагерям. Ванецкий Андрей Васильевич, он лично приходил к нам в школу. Ребятам он рассказывал о том, что когда он отказывался работать на немцев, они не давали ему еду, тогда он делал вот такие птички жизни и перекидывал их через окна немецким детям, и взамен на это они давали ему еду. Эту вещь сделал человек, который выжил все время, который прошел все это. Школа «Ровесница Победы» 9 мая 1964 года. В ее стенах, благодаря бывшим узникам, появилась комната славы. Не без помощи поселкового совета ветеранов, небольшое помещение превратилось в мини-музей. Тогда они привезли с собой в подарок очень ценные вещи. Настоящими реликвиями нашего музея являются земля из Освенцима, кусок колючей проволоки и те фотографии, которые расположились сзади нас. Это самые первые экспозиции, и мы их бережно храним. В Подмосковье в эти дни проходит смотр-конкурс школьных музеев. Их в городском округе Щелково 8, Монинский музей, представит наш муниципалитет на областном этапе. Решение поддержала уважаемая экспертная группа, в которую вошли ветераны Совета ветеранов округа, представители Щелковского историко-кровического музея, комитета по образованию. Дети очень активно работают. Они хотят познать свой край, свою школу. Тех людей, которые вложили в победу свою лепту, в победу в Великой Отечественной войне. Когда смотришь на детей, которые с воодушевлением рассказывают, они прикоснулись к этой истории, они с такой теплотой отзываются о тех вещах, которые они сделали своими руками. Это дорогого стоит. В школьном музее 10 экспозиций о героях Дмитрия Карбышева, героях-пионерах и комсомольцах, выпускниках третьей школы. Ценные личные вещи еще при жизни преподнесли в дар музея ветераны-летчики. Герой Советского Союза, участник Сталинградской битвы Аркадий Федорович Ковачевич подарил школьникам летное снаряжение. Вот эти экспонаты, они подлинные. Это летные очки и летный шлем 1943 года. В очке даже трещина, так как в боевых действиях всегда была тряской. На вот этой фотографии мы можем заметить, как летит, очень похоже на Як-3, на котором летал Ковачевич Аркадий Федорович, а также летящий вниз в Сталинградскую битву. Как раз в Сталинградскую битву летали над Сталинградом. Оценку школьным музеям эксперты выносили по 14 критериям. Анализировали состояние помещения, как оформлены его экспозиции и то, как музей сотрудничает с ветеранскими и другими организациями, привлекает добровольцев к работе над его фондами. Музей – это такая территория возможностей, где каждый приобретает какие-то определенные профессиональные знания. Здесь каждый занимается своим делом. Время не властно над историей, но оставляет разрушительный след на предметах. Задача музейного оформителя – делать так, чтобы предметы и подписи к ним сохраняли прежний облик. Мы переоформили стенд Степана Акимовича Красовского, маршала авиации. В честь него названа наша школа и улица в Монино. Это память о тех, кто дал нам жизнь, смог подняться и воевать. От Великой Отечественной войны до нашего времени. В школьном музее хранятся порядка 980 экспонатов. Из них 600 – это предметы, а остальное – это книги. Школа и музей совместно ведут большую патриотическую работу с учащимися не только самой школы, но и других учебных заведений. И в благодарность большое количество наград. В этом году правилам от одного округа, один музей ветеранская организация решила пренебречь и направила на конкурс два музея – Монинский и музей школы номер 3 города Щелково. Разница между ними в оценке всего один балл. Пройти в финал означает привлечь внимание к музейному делу, в котором повествование школьника-экскурсовода убедительно подтверждают подлинные экспонаты. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.